В начале июля в филиале УГАТУ в городе Кумертау состоялось торжественное мероприятие «Выпускник-2016». В этом году стены вуза покинули более 230 студентов дневной, вечерней и заочной формы обучения. Для приветствия и поздравления студентов-выпускников присутствовали почетные гости. Они пожелали выпускникам успеха в трудоустройстве, всем стать достойными профессионалами своего дела, а также создать семью. В этом году в филиале по-настоящему рекордное количество студентов, окончивших обучение с отличием. Так, по очной форме обучения 17 студентов получили красные дипломы. В связи с чем же такая успеваемость? На этот вопрос нам ответил директор филиала. Последние годы очень хорошо поддерживает правительство Российской Федерации. Мы же являемся высшим учебным заведением филиального значения. То есть, хорошо успевающим студентам выплачивается президентская степень Российской Федерации, правительственная, российская. Кроме того, еще степенью раньше была президент Республики Башкорстан, а сейчас называется главой Республики Башкорстан. Хорошие успевающие студенты поддерживают еще администрацию городского округа. То есть, между студентами идет какое-то соревнование. Для кумертаутского филиала эти выпускники далеко не последние. А вот для остальных большой вопрос. Каждый год по всей России проходит мониторинг эффективности вузов. Его проводит Министерство образования науки. По результатам, четыре филиала УГАТУ из пяти признаны неэффективными. А именно, в Нефтекамске, Стрельтомаке, Туймазах и Кумертау. Но в Кумертау решили оставить очное высшее обучение. В связи с тем, что в КумАП будут готовить студентов для дальнейшей работы в этом предприятии. А в других филиалах на очное высшее обучение с этого года документы приниматься не будут. Лишь только на заочное высшее. В этом году руководство нашего университета выделило бюджетные места только Кумертауовского филиала. И Туймазах, и Нефтекамске, и Стрельтомаке, и Шимбае таких мест нет. Если они наберут, предположим, контрактные формы обучения только на заочное, на очное там уже нету-то, контрактные формы обучения какой-то наберут, они могут еще каким-то образом думать о будущем. Такая ситуация была ожидаема. Демографическая ситуация ухудшается, меньше поступающих в филиалы, соответственно, конкурс складывается низкий. Это влияет на уровень проходных баллов, что учитывается при мониторинге. Студенты же, которые уже учатся в филиалах, могут не беспокоиться. Учебу они завершат и получат дипломы о высшем образовании. Ну а в Кумертауском филиале двери открыты для всех желающих, которые хотели бы связать свое будущее с этим университетом.